В докладе отмечено, за 9 месяцев зарегистрировано в Сочи 195 пожаров, в них погибло 11 человек. Травмы получили 14, спасено и эвакуировано 663 человека. В ходе рейдов выявлено более 3000 нарушений требований пожарной безопасности. Но несмотря на то, что особый противопожарный режим с 1 ноября снят, расслабляться рано. Не заканчиваются у нас, к сожалению, пожары в домах, в жилых домах. Чаще всего в индивидуальных жилых домах, поэтому эту тему надо брать тоже на особый контроль. Кроме этого, надо предпринять все меры для того, чтобы противопаводковую ситуацию упредить. Это расчистка русел рек, как вы знаете, подготовка техники, людей, снаряжение. Поэтому надо держать эту ситуацию под постоянным контролем. Как вести себя в период подъема уровня рек в Сочи знают 137 тысяч человек. Информирование проводилось в консультационных пунктах. Было проведено 23 командных штабных учений, 9 комплексных, 46 тренировок и 3 тактико-специальных учения. В их рамках отработаны практические мероприятия, связанные с сезонными рисками. Сила средства сочинского звена территориальной системы составляет 1065 человек, 388 единиц техники, в том числе первого эшелона 117 человек и 53 единицы техники. Они находятся в постоянной готовности к ликвидасту чрезвычайной ситуации. Это спасатели различного уровня, такие как федерального уровня, краевого, муниципального, а также объектового уровня. Это нештатное аварийно-спасательное формирование. В настоящее время паводская ситуация у нас в норме. Было также отмечено, что сотрудники управления гражданской обороны находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий ЧИИС. Гелена Авсицна, Дима Даниловский, телекомпания ФКТ.